Знаешь, когда я сломался, Анон? Наверное, в 12, когда вместо того, чтобы лапать Машу из параллельного, у которой за лето отросли сиськи, как делали все ерохинцы, я читал книжку в классе. Наверное, в 13, когда вместо того, чтобы бухать с друзьями, я играл в компьютерные игры. Батя тогда посмотрел на эту хуйню и отправил меня на мой день рождения со знакомым в кафе, чтобы я хотя бы попробовал алкоголь. Смешно и грустно. Наверное, в 14, когда я понял, что зря мечтал стать космонавтом. Ведь людям похуй на космос, они хотят машину, квартиру, секса втроем, но никак не лететь к холодным звездам. А я верил ебаным фантастам. Верил, что наступит время звездолетов, колоний, полетов, чужого, но уже принадлежащего людям неба с иными созвездиями. А еще в тот год я жрал шоколад плитками и ревел в подушку, как маленькая девочка от безответной любви. Помню, я решил признаться ей на Новый год. Шел снег, я с трудом пробился через перегруженную сеть, заплетающимся языком признался, а в ответ получил свое первое «ты мне как брат». С тех пор я часто это слышал. Наверное, в 15, когда все мои одноклассники уже не понаслышке знали, что такое секс, а батя отправлял меня по бабам со знакомым. Лол. Правда, блядство не получилось. Наверное, отец не хотел, чтобы я чувствовал себя ущербным. Папа просто хотел, чтобы у него вырос нормальный сын. Наверное, в 16, когда брат повесился, а я чувствовал в этом свою вину. Нет, Анон, прости. Я знаю, что, скорее всего, у тебя было хуже. Меня не травили, не гнобили, не пиздили. У меня даже были друзья. Правда, сейчас я уже взрослый и способен сам себя загнобить и отпиздить без сторонней помощи. Заодно я разучился общаться с людьми. И не знаю, для чего живут другие люди. Ведь у них есть какая-то цель в жизни. А я свою так и не нашел. Любовь? Да ладно, Анон, это самая стрёмная хуйня, которую придумали люди. Она поднимет тебя в небеса, словно бур Симона, а потом ёбнется всего маху об землю, чтобы ты ползал, собирая себя по клочкам, чтобы склеил из ошмётков надежды, в том числе и из ошмётков своего пукана. И снова ёбнет тебя. Да, я знаю, я нытик ебаный. Можете закидать говном. Может, я просто сдался уже. Я давно не считал фантастику. Пошли они нахуй, пидоры, подарившие мне когда-то веру в космос. Знаете, как я справил Новый год? Лёг спать нахуй. Да-да, я на показ пиздел, даже тут на АИП, что ко-ко-ко, новый код не нужен. А на самом деле, за неделю до него я истеричен, как ПМСница. Потому что помню, как в детстве Новый год был сказкой. Ёлка, запах хвои, мандаринов, свечки, волнение, когда разворачиваешь подарок. И каждый ёбаный раз, когда эта сучья дата подкрадывается к тебе, ты врёшь. Ждёшь, что как в детстве будет сказка. Встретишь тянку, найдёшь цель в жизни, будешь счастлив, станешь здоров. А потом устаёшь ждать. И ложишься спать. С мыслью о суициде. Как обычно. И как обычно не убиваешься. А вдруг? Но вдруг случится что-то хорошее. Когда-нибудь. Ведь должно же, правда? Цинично пиздишь аноном, что тян не нужны, мясная дырка переоценена. А ведь хочешь, анон, глубоко внутри. И прячешь даже от самого себя это желание. Ведь это постыдно для Биттерда. Но всё равно хочешь. Даже не ебли. Не сисек. Не диптроат и секса по хардкору. Тепла, ласки. Чтобы погладили по голове, блять, и обняли. Потому что тебе хуёво. Чтобы дали знать, что ты не одинок. И кому-то зачем-то нужен, кроме мамы и папы. Вот только сказки остались в книжках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok